Якутск станет безопаснее. Охранять спокойствие жителей и гостей столицы, городской полиции помогают современные технологии. В день празднования государственности республики в здании межмуниципального управления МВД Якутска презентовали очередной этап проекта «Безопасный город». В чем его суть и как он помогает стражам порядка, расскажет Павел Танин. Первый этап проекта запустили в июле 2008 года. Тогда он включал в себя несколько кнопок экстренного вызова полиции, расположенные в разных частях Якутска, и несколько камер видеонаблюдения. Десятый этап заключается в установке камер в Губинском округе столицы республики. Благодаря появлению вот этой системы в Гагаринском округе, конечно, там правонарушения пойдут на спад. Это мы можем говорить с уверенностью, потому что в прошлом году была введена система видеонаблюдения в залоге, и резко, просто резко спала там именно преступность. Всего за 8 лет в городе установили 8 кнопок и 117 камер. Они охватывают главные площади города, криминогенные районы Якутска и места массового скопления людей, пляж, аэропорт и другие. Наблюдение ведет оператор в дежурной части. Ракурс камер не статичный, не подводит и увеличение изображения. С почти 50 метров можно четко увидеть, к примеру, госномер автомобиля. Кроме того, благодаря комплексу городская полиция может эффективнее распоряжаться личным составом. Мы можем маневрировать нарядами, с учетом изменений оперативной установки, с учетом тех мест, где у нас установлены сегменты безопасного города, мы можем перенаправлять те или иные патрули в те участки, где у нас, к сожалению, на сегодняшний день нет этого сегмента, где по-прежнему остается сложная оперативная установка. Отметилась презентация еще одним событием. Участковому Сергею Винокурову глава города вручил ключи от новой служебной машины. К слову, в этом году Сергей будет представлять Якутск на всероссийском конкурсе «Народный участковый». Павел Танин, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.